Христос Воскресе! Здравствуйте, дорогие мои зрители! Четвертое воскресное Евангелие после Пасхи посвящено истории некой женщины-самарянки и рассказывает о беседе Иисуса с ней. Послушайте, это Евангелие от Иоанна, 4 глава. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воду. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Ну, действительно, нам известно из Евангелия, что самаряне и иудеи находились во вражде. Самаряне – это потомки тех евреев, которые остались во время вавилонского пленения в земле израильской и перемешались с переселенными туда язычниками. Таким образом, они были как бы полуязычники, полуиудеи, потому что у них был закон Моисея, у них было Пятикнижие Моисея, книги пророков у них были, но вместе с тем они были язычники, у них много было языческих обрядов. И вот иудеи их поэтому ненавидели, потому что они были как бы как иудеи, но в то же время другие, не сохранившие чистоту веры. А ведь вы знаете, что мы предателей ненавидим больше, чем простых прямых врагов. Скажем, одно дело – захватчики, другое дело – коллаборационисты, которые наши и стали служить захватчикам. Вот так же иудеи воспринимали самаряне. Язычники – язычниками, но и эти, эти были наполовину своими и тоже были язычниками. И поэтому иудеи их презирали и гнушали с ними вообще общаться, вообще разговаривать иудеям с самарянами не подавало. И поэтому женщина удивляется, как ты, будучи иудей, у меня просишь воды. Не просто со мной разговариваешь, но даже примешь от меня воду, и свернишься таким образом, по вашим иудейским понятиям. На что Иисус отвечает ей? «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Воду живую? Ну, у нас из эпоса, из наших русских сказок сохранилось такое понятие, что есть вода мертвая и живая. Нет, на библейском языке живая вода – это та вода, которая течет. Не стоячая, а это именно вода из родника. «Ага, он бы дал тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе и подчеркнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякие, пьющие воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Конечно же, мы понимаем, что Господь говорит не о простой воде. Вода – это образ благодати Божьей. Это образ Духа Святого. Это образ Слова Божия, которое оживляет человека, которое насыщает, напаяет человека. И тогда человек, насыщенный этой благодатью, уже является как бы сам источником воды, живой для других. Вот о чем говорит Господь. Женщина, она воспринимает его слова буквально, думает, что идет речь просто о воде, говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Она не понимает, о чем идет речь, но просит этой воды, видя очевидно, как мне кажется, в этом разговоре со стороны этого мужа желание с ней о чем-то заговорить. Потому что женщина-то была с плохим прошлым. И поэтому и отношение к мужчине, случайному, встречному, у нее было соответствующее. она думала, что он, видимо, желает с ней как-то познакомиться и поводом для этого ищет, вот повод для этого ищет в разговоре о воде. И говорит, ну хорошо, я вижу, тебе нечем подчеркнуть, но и воду ты обещаешь мне какую-то особую. Ну да, мне, дай. То есть она как бы включается в игру, думая, что со стороны Господа это идет игра. Тогда Господь, чтобы разбить в ней такое настроение, знаете, как бы желание пофлиртовать, говорит, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Ну как бы она по инерции продолжает свою игру. Нет у меня мужа. Продолжай. Давай дальше, разговаривай со мной. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. И надо сказать, что вот эти слова Спасителя полностью изменили настроение этой женщины, внутренний ее настрой. Она вдруг убоялась, она вдруг поняла, что перед ней непростой человек. Человек, который знает ее жизнь, знает ее прежний порочный путь. Пять мужей у нее было, и тот, с которым она сейчас живет, уже не муж, я просто сожитель. Человек, который обличил так ее во грехе, это непростой человек, это пророк. Вот эта истина доходит даже до этой женщины. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Ну, она сразу переводит разговор на духовный лад. Вот, она задает вопрос тот, который был актуален для ее современников. Ведь когда царство Соломона после его смерти разделилось на две части, израильское и иудейское, то в израильском царстве, царь, который воцарился там, не пожелал, чтобы его подданные ходили для поклонения Богу, для совершения жертв, для молений в соседнее государство. В Иерусалим. И создал на священной горе, Сихем, создал там жертвенник Богу. И сказал, вот, хотите Богу поклоняться, вот здесь поклоняйтесь. А надо сказать, что в Ветхом Завете запрещено было иметь Богу два храма, два жертвенника, во знаменование того, что Бог един. И вот этот запрет, который Ираваам, царь израильский, приступил, он впоследствии, и стал, вот это, это преступление запрета стало пагубным для израильского государства. Очень быстро граждане этого государства стали язычниками. И вот она задает такой вопрос, что наши отцы здесь кланялись, а вы говорите, что нужно в Иерусалиме, это давний спор между Иудеем и Израилем. Вот как ты скажешь, ты пророк, я вижу, ты пророк, ты скажешь от Бога. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда не на Горесии и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. То есть он говорит о том, что наступает время, где поклонение Богу, истинное поклонение, будет определяться не местом, а внутренним состоянием. Но, впрочем, вы не знаете, чему кланяетесь, потому что спасение от иудеев здесь, из Иудеи, из Вифлеема, из рода Давидова произойдет спаситель, а вы об этом не знаете. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Что значит поклонение Богу? В духе и истине. В двух словах. В духе, это значит поклонение должно быть внутренним, духовным. При всех разнообразных внешних обрядах, первенствующим, должно быть внутреннее. Ты можешь поставить свечку, ты можешь поставить толстую свечку, но если там будет пусто, это ничего не значит перед Богом. Ты можешь вообще внешне не совершить никаких обрядов, но если в сердце ты поклонник Отцу, это поклонение Господь примет. Эти слова не говорят о том, что обряды не нужны, они просто указывают на правильную иерархию, что сначала духовное поклонение, и потом тогда уже имеет смысл какой-то обряд. А без первого второе не имеет смысла. Значит, в духе поклоняться. А в истине, ну это значит в православии. Это значит, соблюдая истину в своей вере, не уклоняясь в лже веру какую-то. Вот что значит поклоняться Богу в духе и истине. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Так Христос объясняет ей свои слова. Женщина говорит ему «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Удивительное дело. Женщина-самарянг, полуязычница, она знает, что придет Мессия. Она знает об этом. Иисус говорит ей «Это Я, Которая говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривает с женщиной. Что здесь еще обращает на себя внимание? Что удивительно, то, что Христос очень часто умалчивал о своем мессианском достоинстве, даже запрещал порой рассказывать о том, какие Он чудеса совершил. Он не хотел до поры объявлять себя мессилий. А этой женщине, причем самарянке, полуязычнице, и причем такой нечистой жизни, греховной, Он вдруг себя открывает. «Это Я, Которая говорю с тобою». Она говорит «Я знаю, что должен прийти Мессия». А Он отвечает «Это Я, Которая говорю с тобою». Такое простое признание, которого от Него требовали иудеи и не получали, а самарянке вдруг Он открывает себя. Вот что удивительно, вот что всегда вызывает удивление, когда мы читаем эти строки. А надо сказать, что эта женщина, наверное, все-таки где-то уже в ней созревало покаяние. Она была грешница, но она была таким человеком, который как бы запутался в сетях греха и пребывая в этом грехе просто не знает, как выбраться оттуда. Знаете, бывает иногда так порог человека опутывает, что он уже и сознает, что это грех. Он уже даже тяготится этим, он даже уже стыдится этого, но не знает, как выбраться. Так грех сильно его плотно держит. И вот смотрите, эта женщина пришла за водой в шестом часу, а шестой час это по-нашему полдень. А кто же, скажите мне, в полдень ходит за водой? Самый такой зной ходят в полдень те, которые не желают кого-то встретить по пути. потому что утром по прохладе многие женщины ходили за водой, а вечером, когда жара спадет, они просто даже собирались у колодезя, у источников, ну, пришла за водой и заодно обсудить свои дела, поговорить о том и сём, новости, за детишек своих поделиться чем-то, ну, обычные женские разговоры, когда их вести, когда женщины встречаются где-то, а где-то это у колодца. Мужчины собирались для обсуждения своих дел у ворот городских, как мы знаем, а женщины возле источника. И вот эта женщина самарянка, она идёт за водой в полдень, это намекает нам на то, что она не хочет ни с кем встречаться, тяжело, зной, в это время никто не работает, все скрываются от жары, а она идёт за водой, потому что боится кого-то встретить, потому что уже боится осуждения, уже стыдится своей жизни, хотя раньше вполне поступало бесстыдно. Пять мужей всё-таки, ну, это и по нашим временам, знаете. Вот, а тогда уж это вообще явление было исключительным. И вот эта женщина, которая как бы уже готова, которая ещё не покаялась, видите, как со Христом разговор начинает так полуигриво, как нам кажется, да, фривольно немножечко думает, он ко мне обращается, он мужчина, со мной заговорил, да ещё, да ещё иудеи, что-то здесь не так. И вот у неё как бы такое настроение полуигривое, несерьёзное настроение, но вместе с тем в ней Господь увидел уже созревшее покаяние, вот оно готово уже, вот чуть-чуть какой-то капельки не хватает, чтобы это покаяние наступило. И вот мы видим, что женщина после этого бежит в город и всем рассказывает о том, что я встретила пророка, пойдите, посмотрите, поговорите с ним, убедитесь, не он ли это. Она уже верует в него, и мы уже по церковному преданию знаем, что эта женщина стала потом проповедницей Евангелия, она покаялась, она начала христианскую жизнь. Вот такое Евангелие читается в 4-й воскресенье по Пасхе, посвящённой женщине-самарянке, которая заставляет нас задумываться о том, как иногда Господь не открывается праведником, а открывается грешником. И почему это? Ну, наверное, потому что Господь взирает на сердце, не на то, что мы из внешних поступков делаем правильного, хорошего, благочестивого, а на то, что у человека в сердце и в душе. И бывает так, что мы кого-то осуждаем, презираем, считаем очень недуховным и далёким от веры, а вот ему-то как раз Господь может открыться. Да будем, братья и сёстры, мы стараться иметь такое покаянное сердце, чтобы нам открывался Христос. Христос. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...